доброе утро бэйтхана бэйтхана но кто-то разоговор нас помнит недели назад мы начали книгу дворей и сказали на саду было слово там важные помните говорили что те остановки которые нам перечислены они напоминают нам о наших грехах одной версии так оно и есть принципе хотя порядок разный и тарат арон предлагает нам свой мидраж не не знаю чем основа книга довольно серьезно можно положиться на него что каждая из остановок объясняет каждое из наших состояний не будем возвращаться кушать чему недели рука только последние бэхат срод мы не знаем говорят это хамуко было напротив анкелли событиям бэхат срод мы сказали тогда это всегда надо находиться с вами нам где бэхат срод во дворах всевышнего во дворах всевышнего во дворах всевышнего это где находятся такие дворы всевышнего да а теперь если нет то это конечно же был у нас бэйтами каш и у нас вот уже 9 ама он у нас разрушен и как раз вот мы тоже поговорим сегодня но это виртуальное представление бэхат срод во дворах всевышнего это его тура на мошарабейну завещает расставаясь на вся книга дворим как мы сказали неделю назад вся книга дворим это с первого швата до седьмого адара всевышний с нами прощается делает нам наставление перед смертью стоит добавить да почему именно теперь делает наставление перед смертью а не сразу во время когда это произошло известная вещь что если бы короче надо уметь еще человека убеждать если вы хотите кого-то убедить то надо сделать это очень вовремя любое опоздание или опережение из вашего убеждения превратится просто как называется в народе уколоть человек задеть его сказать что он не прав еще никто из живых людей на земле не смог преодолеть себе это страшное противодействие когда вас чему-то хотят научить и поспудно встаете против этого поэтому даже ты сказали в торе отзываясь на нашу книгу дворим что это охот нас пытается убедить в чем-то сказать что мы не правы за линду лице эта книга вообще невозможных жизни не так оплатить нет на земле человека который смог бы выдержать то что называется битворы до на иврите критик до критика ну кто из вас может теперь поднимите руку если по факту как угодно я не знаю если человек который критикует его знаешь ты ему доверяешь есть такой вот друзья тогда ты как бы принимаешь просто там налево направо это не так сделать конечно а так а какой другого вариант что если кто критикует если есть человек друг которого ты знаешь и уважаешь его а вот я как пример вот я вам даю след семьи я вам даю пример есть парень он учится бить метраж и везде и он сразу как бы такой статус у него при него он говорит у вас вся спина белая такая такая была в школе такая была вас пытается научить чему хотя не знаю если критиковали так жестко да наверное неправильно произнес слова критиков а что же не кто трудно господа хорошо вы предлагает может быть действительно если вам подойдет машера бэй ну вы знаете он что знаете как бы его намерение он наверно будет удобно услышать от него то что у вас вся спина белая но на самом деле мудрецы описывая нам книгу с брей говорят что кого-либо убеждать это тяжело а быть убежденным вообще невозможная вещь наша природа восстает против любой попытки научить нас уму разум вот и все да поэтому книга дворе машера бэй ну прощаясь с нами передает нам многие вещи одна из которых он сам нам показывает как это правильно делать заодно потом ждет от нас того же и так он умеет нас всех убедить он нам показывает наши дурные дела так что нас это не задевает то есть намеком намеком намек это работает сильнее на самом деле чем ниже самое любое простое в лоб сказанное слово если кому-то сказать просто что ты такой сихой разбег дядь то человек сам не согласится согласиться то что наши потуги то что то что он не собранный не придут ни к чему поэтому ваша рабы ну говорит нам если ты хочешь кого-то убедить сделай это так как будто это перед самой смерти вот как перед самой смерти вы идете увидите человек курить шаббат вам это страшно мешает хотите его поставить на пути хочет вдруг обидите человеку еще больше будет курить от этого до волнения как можно еще не подходить ему отра говорит если вы не подошли кому-то во время его безобразие то вы сами участник этого безобразия и что же дело да вы должны подойти к этому человеку и готовиться и сказать ему сегодня шаббат и поэтому чтобы подойти надо подготовиться подготовиться хорошенько подготовиться и подготовка будет выглядеть каким конце концов считайте что это ваш последний день боже упаси конечно не сказать умереть но в чем идея что мошарабейну перед смертью увещевает нас и передает нам свои измышления о чем как правило человек который знает что скоро умрет ему не дождь ему не дождь не дождь мошарабейну человек который знаешь что он осталось жить 47 дней до первого шваба им сказано теперь 47 седьмого адара ты должен успеть это сделать а все в сам седьмой адара в день надо будет написать 12 сфит ковтор и раздать еще последние слова сказать и все это ваша рабейну сделает и все таки остается почему перед смертью они что тебе 40 лет прошло с этого диза золотой телец до 40 лет прошло против этих вопросов это вы не знаю чего не знаю этого не знаю только знаю что когда сошли тору 17 тому за ее сожгли потому что мы разрешили сказать просто мы сегодня в этом поле но все что делают враги еврейские евреи делают только по разрешению поэтому 13 тому за ничего не случилось произвольно все что случилось потому что сначала евреи сделали таким образом тоже мы провязали здесь тоже на варку ухо поминули 17 тому на принципе рабочие вести нашего разговора как мы наметили это вчера мельни от греха золотого тельца греху развлечь у нас 17 тому за был грех золотого тельца завтра у нас будет вечер начинается 5 а во все три недели называется от золотого тельца до 1 греха разведчиков все это есть одна форма как мы сказали вчера вкусной форме 2 плюс x равняется я знаю что такое если да если сбежали разбиваются первые из-за тельца почему мы говорим что разбивание греха скрижали называется проблема проблема должна была называться золотой телец золотой телец а почему звать средств грех молодой лица и не мы говорим что на сторону там у нас есть пять событий да то есть от 17 до 9 до 5 событий и а первое это развивание скрижали первое это это когда пришел сатан и и сказал нам на дни маширабе ну кстати где он так и но мы называем уроком по истории разбивания скрижали так называем первое событие так это я разбивание скрижали из-за грек причинам рано это когда если ему говорить молодец что так сделал почему мы не называем грех телец он же мотив разбивания скрижали само по себе бревания это не грех это же асси исправление греха не Мы говорим, что разбивание скрижали, что зажгли Тору, принесли идол, а мы же называем это сами на уроках, разбитые скрижали из-за греха Тенца. Да, это исправление. Первая возможность остановить, когда человек получил ранение, первое надо что сделать? Остановить кровь. Это и есть разбивание скрижали. Да, надо было остановить кровь, все что надо было сделать. Еще немного и будет поздно. Еще немного кровь вся выйдет и уже никакая реанимация не осмотрится. То есть нам можно говорить о порезе, когда она должна остановить кровь? Остановить кровь. А потом будет делать инфузию, диффузию, хоккей, 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 хоккей и полное, что и погодится человеку. Понятно, это было исправление, это было исправление. Но уж коли упомянули бы, я сказал, что нам в Ахе сегодня важный для этого разговор. Сейчас мы снова вернемся в нашу коллегию, вернемся и туда восполним тоже, не забываем, что не сожгли, не жег бы апостолус этот Сафер Тура, который бы случился на Астамузе, не сделаем мы того этого точно. Разумеется, мы не жгли ничего, Божие упаси. Но как злодей получил на то разрешение? Ничто на земле не происходит без воли Всевышнего. Ничто. Ни один, даже самый страшный злодей не может поднять своего ножа на человека без на то, чтобы согласиться Всевышнего. А Астамузе заглушается это только по действиям человека. Поэтому тот, кто с ним что-то произошло, в том он только и виноват. Это надо искать коринг-бэком, а не кто это сделал. Тот, правда, в несколько в сторону. Нам важно, господа, пойти далее. Итак, почему перед смертью? Потому что перед смертью это самые убедительные слова. Почему не 40 лет назад, когда это случилось? И вообще, почему надо говорить поколению, которое же другое волосы поколения? То поколение умерло. Какой смысл сейчас говорить, обращаться к кому-то, кто к этому никак не причастен? Ведь так по тексту, да? Чтобы не забыли. Да, совершенно верно, чтобы не забыли. Но нам говорят, это увещевание. Всевышний обращается к новому поколению и боится задеть. Мы задаем простой вопрос. А что бояться? Это другое поколение. Это как мы с вами сидим сейчас здесь. И нам рассказывают, что сделали золотого тельца. Кто-то из вас, господа, это ощущает, как будто это касается вас кровно-шкурно. Вас касается, чувствуете? Нет, это касается, потому что мы это не исправили. О, совершенно верно. Как мы сказали, поколение, в котором не построен храм, как будто его разрушат. Поэтому, совершенно верно. Еще раз. Машер Абейну, книги дворин, делают увещевание. Он говорил, ой-ой-ой-ой, ай-яй-яй-яй, пухоток, 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 нельзя было делать. Мы говорим, почему? Потому что делает это он скрыто, чтобы не обидеть никого. Мы говорим, другое поколение встало. А он к нему обращается, как будто это сделало. Ответ простой. Мы должны эти слова Машера Абейну воспринимать, как нам относящиеся. И все, что сказано в книге дворин, относится все к нам. И потому, когда мы с вами читаем, как говорит нам сегодня Боиханан, да, глава, как оно сказано здесь, которые здесь стоящие, да, я обращаюсь к вам, которые будут стоящие здесь. Имеется в виду все поколения, которые будут от первого до последнего, включая нас, и который будет после нас, Машера Абейну обращается к ним. Все, мы вернули просто к памяти то, что говорили до этого, себя, с времен, сохранили, сохраняя. Это важная первая вещь, для чего мы сохраняем, следующий разговор. Да. Получается, вы плачете тоже на горе, сна, это есть хорэ, а это не горя, муря. Как вот, в дни, когда вы стоите под господством, все вишни, твои, при хореве, когда сказал мне, сходь, забери, да, еще слова где-то есть. Но это не горя, у меня это зая, а это зая. Да. И объявил он завет свой, и на исполнительстве слове, и прочее, это наше сегодняшнее. Сегодня, в принципе, у нас с вами, господа, дарование Торы, повторенное на языке Машера Абейну, наша глава Баикханан, это дарование Торы, это тоже нам важно. То самое Тора, которого сегнаться на Томузу сожгли, и не сожгли бы ее, походу, мы того не допустили. Мы спрашиваем, как могло случиться, что мы позволили злодею сжечь Тору? Как? Своими поступками неправильно. Мы ее сами, в больших кавычках, осторожно, но произнесем, сожгли. В идее сумасшедшего еврея, который поджигает всякие Тора, нет. Но если во внешнем мире это материализовалось вот таким страшным поступком, то, значит, событие этому предшествовало не более, не менее страшное. Евреи пренебрегли Торы, как будто ее нет. И результатом тому стало сжигание стерка. Потом Ашарабейну, на прощание, в вещеваниях, наша глава говорит, Ханан, он говорит нам, дорогие мои хорошие, я обращаюсь ко всем вам, которые здесь живы, сейчас будут все это. Теперь, что значит, то, и наша глава называется сегодня, как бы, получение Тора, но уже второй вариант, второй вариант книги дворин. Для того, чтобы нам еще раз упомянуть, что представляет, для чего стоит еврейская жизнь. Только Тора и все. И для чего нам нужна Тора? Тора. 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 Сто раз об этом говорится постоянно. Для чего же нужна Тора? Чтобы жить по ней. А для чего нужно жить по ней? Чтобы нужна Бладора. Чтобы нужна Бладора. И опять, и опять, и опять. И опять по кругу. Чтобы с этим разобраться, вернемся к началу главы. И умолял я Всевышнего, говорит Маша Рабейна. Он говорит о себе прямо о речи. Владыка Всевышний, ты начал показывать работу твоему, увеличающую твою, крепкую руку твою. И да кто же тот Бог на небе и на земле, который сделал бы подобие деяниям твоим? Да? Да перейти и посмотреть на эту землю добрую, которую за Эрденом, и на эту гору прекрасную и на Ливаном. Но разгневался Всевышний на меня из-за вас, и послушал, и не послушал меня. И сказал мне Всевышний, полно тебе впредь. Не говори мне более об этом. Войди на вершину Пизги, на гору, на вершину. И взгляни глазами своими на запад, на север, на юг и на восток. И посмотри глазами своими, ибо ты не перейдешь этого Эрдена. И все. Да? Вот такая драматическая история человека, который всю свою жизнь положил на то, чтобы привести народ в Эрдене. А сам он остался на той стороне и не перешел. Это тоже пыльный наш разговор сегодня. Но нас интересует, что же такое Тора? Для чего нам она нужна? А здесь сказано, предусловие принципа. Потом, после этого, будет нам давание описание дарования Торы. Перейди на землю эту, какую это землю на эту. Оттуда какая это земля. В какую землю мы идем? Ерден Сраиль? Обитованная. А самая обитованная какая земля? Ерден Сраиль, опять по куму. Самая обитованная земля. Обитованная земля, какое слово? Обет. Обещанная. обещанная земля что нам важнее что-то важнее человеку вот обещали вот обещали и не купили что-то такое обещали и вы никогда не забудет пока не получится забыли мне забыли купить тоже что-то мороженое помню парк день победы папа купи мороженое салют до сих пор до сих пор я помню господа все же нам обещали и далее мы как-то забываем смиряются одна вещь которая нам обещали никто из нас не смириться пока не получит наша земля здесь на тоже проходящих это символ чего того что мы никогда я не допущу чтобы мне это не дали что так трудно смириться и отказаться от обещания к сожалению забывает чем нам так трудно смириться когда что-то не полу нам не дадали не додают и не дадут и что такое что мы никогда не смириться смирились другу не вернули и что-то что никогда мы не смеемся что ну еще и что-то очень важно для всех для нас то мы никогда не откажемся от этого хоть ты что за его желание желание тоже некое посредство называется посредством того мы сделаем отношение человека это его за любовь это работа не полностью называется посредством того но самое главное не стала более терзаться это будущее что может быть лучше того как мне это известно мне личность моего маленького житейского опыт будучи студентом однажды бесплатно ездя на электричку с городом города на приходилось ждать на всяких полустанках другую электричку по долгу а скуки рассмотрю что на скамейках всякие надписи здесь был какой-то такой что за нужда взять ложек и ну хорошо струбе сидит и ждет электричку и не ему скучно и вперед начинает царапать здесь был я что-то срапаешь сейчас время как раз подумать а что его ждет что такое ждать электричка смотришь на чисто они не движутся а потом оборот с время уходит помните сидишь а время уходит убитое время два часа потратить на здание а задание электрички два часа утрачен поиск утраченного времени читали не стали уже не или алиса стране чудес тоже годится для освежения память этих ощущений до поле убитое время наповал не возвратить а почему нас это горько острые чувства потому что мы знаем что напрасность мы хоть что угодно но мы не можем сбериться с напрасностью напрасно жить напрасная жизнь а поэтому наши откуда это у нас ощущение напрасности жизни она же просто чтобы был смысл а какой смысл с продолжением что есть что не все это было на пустом зря так просто поэтому народы мира чувствует это прекрасно и все это знают все к нам стремятся и пытаются это сделать и отразили это во всем искусстве я памятник себе возвел неруботворный и выше пирамид не за все-таки ну народная тропа и ныне иди калму помнить драли пушкин времени и греки известный зуб человечество зачем смысл жизни когда мы отвечаем вопрос что в этом мире делаю понятно что я стремляюсь взгляд туда-далее за материальный мир понятно что без смысл моего пребывания не заканчивается выбитым чаем и стоптанный башмаками есть смысл другой поэтому если это строить как продолжение шарабина говорит нам смотрите не это все главное сейчас даже не выход из гиги для того чтобы были в пустыне даже эти чудеса что там было не все это не главное главное эра цисраэль вот цель нашего дороги вот ради чего сюда было сделано вот этот мой рассказ для вас все наши попытки ошибки и промахи невзгоды и взлеты и падения все это было только ради этого эра цисраэль а сама не входит на и мудрецы говорят нам что даже здесь эра цисраэль намек на будущий мир все что надо господа в этом мире на вопрос да если будущий мир будущий мир потому что нельзя попасть будущий мир без они пройдя душа появляется на свете помните страстный пересказ на русский язык там хума как душа сидит на небесах приходит до смерти стучит помню был такой разговор он все тот же проводник нас народу миру называется каждый у них называется который перевозит через реку лет да вот он перевозит туда-сюда и поэтому что то есть кто-то переводит нас с места на место как назвали хорошо есть такое переводе мы переходим поэтому господа задача у души появляется здесь задача сюда да из точки а в точку б идет душа ее задача из нематериального миру попасть в другой материальный мир выше того осмысленнее того не знакомое но попасть в эту точку б она может скандажем чипси через точку б сделать дугу попасть в наш материальный душа которая не попала материальный мир не имеет никакого шанса попасть в духовный мир высокими дугой все тоже на будущее поэтому неизбежно мы должны стремиться попасть в эра цесраэль здесь осуществить свой замысел свои действия и потом после этого продолжаем только такова дорога все вот такая дорога и машинами неужели можем по синюю достаиваются этой вещи да обратите внимание что геморрея есть спор страшный спор геморрея кудрецы спорят а у поколение пустыни есть удел будущими уже вытащил а вытащит а мы до этого еще не дошли но это вы же не знаю я только напоминаю что в геморрея есть споры какой пса калаха такое что постановили поколение пустыне нет будущего мира те которые умерли из-за грех разведчику нет будущего мира почему так как как думаете когда было это поскольку как вы считывали это постановление потому что они не прошли через эра цесраэль они похожи на души которые появились материал в нематериальном мире и там и остались не пройдя через материальный мир не пройдем пройдя через материальный мир нельзя удостоиться другого такова дорога поэтому наша с вами задача господа и вечная тоска это уйти дальше идти дальше и дальше оставаться в пустыне как бы не было она хороша нам бессмысленная и болезненно плохо и поэтому все наши чая не услышать что маша рабы но нам на прощание передаю ну школе вы сказали что вот так он все-таки давать правда как же быть маша рабою так хороший вопрос и правильно сказали мы будем когда варили вы добавили про меня и прошлом году очень хорошо запомнил дорога мне впечатлил что он остался в пустыне на границе и мирян осталось они остались на границе действительно что когда придет время они их возьмут и приведут поэтому ничего потерянного нет все что было вернется поначалу это хорошее успокоение но нас интересует сейчас господа вот что о как это сказать получше молитву маша рабы и молитва как таковая и ради чего молимся и чего мы хотим наши молитвы все молимся молились сегодня и говорили метров довольно вечерами мы об этом учимся и шмай сырами обсуждали до сумы и в гору и мы находимся как раз сейчас посередине этого разговора наша молитва о частности шмай израил вот теперь нам все это вместе поможет разобраться с нашей проблематикой сегодня свой более 500 молитв отсылает маша рабы но всевышний всевышний говорит хватит это 515 до не будем заниматься интересной арифтики откуда это на замет для 34 и не забудемся окончательно позвольте мне это пропустить хорошо а приблизительно чтобы мы не впали великий соблазн а там интересно очень здорово но это не наша задача теперь и всевышний говорит довольно тебе молитв говорит об этом заставил можете не молиться видели до года писатель вот там тогда ее шахаре хватит нити на сахаре дипос куда-то на них не ходили еще раз увижу на минхи нам так а нас наоборот вставай на шахаре вот жизнь была да да что ж такое всевышний запретили больше почему еще одна молитва лицей вышли и все я не устаю перед твоей молитвы и все и что будет всего и войдет и все и все и конец фильма какой конец и мы увидите хичкок обещание на место обещания раз и все запуск вот те же чаянии которые мы говорили да легко все сделать раз находит и не все уже где на небе запуск могли казаться если маша рабы вошел в эра цистраэ построил бы храм навсегда и не было никакой возможности его разрушить как возможно все что построено маша рабы все к чему прикасался можно приобрело статус вечности неразрушимо второй закон тежно динамики на него не распространяется ну еще раз то к чему касалось рукам у шарабейна не подвластно тлену простите за высокий стиль стиль держали для тлена избежит тлена как стал классик сбегает тлена все что почему почему все чего касалось рука по шарабейна не может быть разрушена законам тернобяга вторым почему энтропия она же ангел разрушение вы знаете как разрушается дом видите вы щит как разрушается выдели старые дома подите в лифту знаете лифт изделения арабского и погуляйте интересно почему так любопытно руины старые развали романтично да что там такое есть ангелы как все остальное они отвечают за разрушение то есть разрушать все что не нужно правильно у вас у вас есть плюс один участок так дальше да вы купили дач приехали на дачу стоит деревенский домики вы его сносите и строить и да так или не так зачем занимать то что уже нет служила занимает место в этом мире надо строить новое поэтому выходит ангелы говорят где тут старая разрушает этот дом который покидает начинает разваливать сам без всякого участия стихии просто поставить камеру невидимого наблюдения и снять это без дождя без ничего друг начнется что-то обваливать и вы не служите стука молотков не дрели ангелы работают без суммы тихо и так и все поэтому почему потому что это физический мир всюду где есть элемент физического мира однозначно однажды будет разрушена чтобы было построено новое машина но где прикоснулся там отсутствует всякое физическое отсутствие почему потому что всю свою жизнь прожил 120 лет от седьмого дара минуту-минуту каждую секунду своей жизни посвятил служению всевышнего ничего от себя он не за все что он делал было во имя небес если это во имя небес господа то распад не власти поэтому все что сделал на шарабайну это у красной коровы мешкан который где-то спрятан он делал да где местом который сделал это лежит где-то придет на что вы будете делать но где-то лежит спрятаны все что сделал шарабайна не может на него за эти вот ангелы разрушения несостояние состоянии могильные черви есть тело человека который не съел ничего запретно так и да истки могильные червы у них работа объедать мясо какое мясо едят то что было нажито неправильным друг другу и лично съедено они сюда поэтому правильные говорят держат могила как будто только чаролок там нечего читаем питаться так ведь мы не будем страшно поэтому все что касается ваша раба это будет вечность и лишний говорить ваша раба и но если ты войдешь в эрот израэль храм который ты построишь никогда не разрушится как было написано да это наша глава потому что дальше рассказ она объясняет нам пишет строго и бог какой народ великий который был бы наш царь и стал что и по из-за вас я не войду в эрот израэль говорит нам дальше помашь это наши голове а в дворе 137 сказано из-за вас и вышли разгневался на меня и я иду в эрот израэль два раза говорить наши рабы наше голове такие странный продукт получается из-за народа а мы говорим что он был построил в этом не зашел нас интересует восклицание маршарабену как разу из-за вас я не вошел в эрот израэль вы знаете что как вы думаете что это вы как звучит для вас они не были готовы для храма но не должны были поэтому просто в прочтении получается что мы виноваты то что маршарабену не вошел в эрот израэль звучит так ну да и на русском периоде казалось на клеится лет шимон который учиться он зарос на проза это портил внимания и оказывается на русский читали не знает иврит и по-русски перевели 137 из-за вас я не буду дворить из-за вас перевод так из-за вас а для вас меняется все по-русски не скажешь да из-за вас не видит язычный человек можно и из-за вас или биглян х для тебя поэтому когда русский как заварите это не первое место где мы изучаем такие вещами их много я помню на вскидку есть такое место опять же дешевле спрашивает по нему тушила но он прозорливый парень он читает на русском не может вычитать читать по-русски на поиск странные места никак не состыковывается никогда и тогда надо читать на юриде поймет что он право действительно а переводчик не миновато или его надо писать целый сплубик слов подберите сами или же выбирает который мы здесь удобно будет там было поле написано и тот кто прикоснется к жернику будет осветиться получает бежал храм хватился и посвяты как ламочка светился светился имеется то что вы пожертвовали на жертве принимает святость не завернуть обратно так и у нас господа слову биглян хэм здесь тоже биглян хэм но здесь уже мальдум вмешивается и пишет из малибы мешать мальдум объясняет не из-за вас из-за ваших проказ а для вашего блага и там тоже ункулась пишет для вашего блага оказывается два раза на иврите с нейтральные слова биглян хэм из-за вас переводит по-русски а на самом деле надо правильно рассчитать так на виде можно подумать что это так вы жаловались на свой народ из-за вас я не попал выбираться сараель и что-то спрятано сильно и поэтому мудрецель убеду длина объяснять спокойно сказано и для вашего блага для вашего блага я не вошел и получается что здесь маша рабе ну и 8 не плачет а он констатирует очень важный факт а если так скажем и зачем тогда эти молитвы которые 200 пятнадцать молитвы нашли ханан да книги дворей мы выяснили однозначно для для вашего блага я не войну в аэроцессор я умрет там наша голова тоже говорит для вашего блага я умру здесь за иордане а в нашей главе уже пятьсот пятнадцать молитвы свыше не молитвы я не устаю перед тобой это наша следующая задача разобраться а пока мы с чем взберемся так что случилось бы если бы пошел наши рабы на построим храм и он бы не был никогда разрушен есть вариант какой минус для чего как разрушить не почему должно было быть именно так эта идея исходит из книги насколько благодаря шерфу человеку нужно пролиться достаточно чтобы стать подобным творцу поэтому нам нужно время иначе мы не были достойно посмотрим давайте пока проверю эту линию хорошо так что же было господа маша рабы настрой храм все что касается в руках не подвластно тлену закон физики не да не властвует ангелы разрушители боятся подходить к этому там нет ничего личного маша рабы на одно чистом виде желание служить всевышним тут природа безвластно тут материя отпадает тут ничто тут всегда высеять на себя только есть одна большая проблема господа а что мы всегда были хорошие добрые недели глупости маша рабы ну со всевышним советуется перед тем как умереть всевышний а как вообще будет это все дела вот мы задумали такой проект и наши братцы расспрашивают всевышнего как его будет обстоять эти дела ну сейчас есть допустим муж обрамовый я могу сделать я если я оступился я так исправляю если я ступился я так исправляю я повысили я так исправляю я вообще не буду ступаться в общем всех наших братцов был какой-то инструмент как исправить что-то спрашивает когда же дети будут справлять что невозможно без ошибок невозможно чтобы не упасть нет проблем и проблем не падает это жизнь мы рано или поздно ошибаемся как что так это делать всевышний говорит да это проблем но не не будет храм храма не будет жена приношения а когда не будет храма у них молитва будет гурбалота понятно вкладывается надо заготовку но что выкладывается в расчет что мы рано или поздно все равно оступимся и машина вы ну прекрасно знает что мы оступимся узнает даже весь список наших проступков до нашего дня я боюсь рановато мы вывели народ этот из египта им еще до великого народа страшно далеко не нет времени еще немного навсегда останется в египте у него все испорчено у него рассталось немножко только клеток которые здоровы надо на этом остатке лечить весь организм я вытаскиваю по дороге будущему миру соглашается но оказывается он прав мы до сих дней еще не оздоровили окончательно и все равно мы это делаем и все равно у нас это работа и все равно есть какой-то рецепт нашего оздоровления какой спрашивается уже спрашиваешь ну а когда я поступаешь когда кто-то не выполняет свои функции очень просто я вызываю двух ангелов ответственных за то чтобы брать не вещь которая уже не работает очищает место вот жил-был народ звали их греки или строили 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 понастроили и настроен все что время их что нет остались одни памяти культуры так точно все остальные все время пришло функция выполнена дайте дорогу другом а если еврея старую божью паси вы помните месту самый лучший смысл перестал делать свою функцию служить свежим что делают свежим вызывает божью паси бухангу и они этот народ распыляли божью паси закон всюду один и тот же мы под теми же законами ходим мы до сих пор в голуби силу этого закона там шарабэна говорит да страшновато получается если они нарушат они обязательно нарушат я вижу это пророчеством духе увидят до конца ты получается что ты их божью паси уничтожишь как уничтожу до этого и тогда он сказал нет я не буду оброшу свой гнев на камни поэтому нам нужен храм если не было храма или он не мог быть разрушены то есть вижу хочет его разрушить он не разрушается то тогда ли с ним падают божью паси на еврейский тогда учись такая же как у всех и поэтому шарабэна в этом месте соглашается и понимает все я больше не валюсь если так я остаюсь здесь но открыли на то что мы сказали да я подожду здесь в конце дне и всех и однажды мы все встретимся и обнимемся и будет хорошо все но не конец и нам важно еще одна вещь в нашей главе и такси и лишний сказал шарабэну больше не молись да еще одна молитва и все им это раскрыть только что мы шарабэна в этом диалоге понял что если он войдет то храм нибудь не разрушим и вся весь гнев всевышний упадет божью паси на его народ все зачем нам все-таки эту молитву описать не надо нам всю молитву описать а может на подписано так много чем не драж добавляет что пятьсот пятнадцать молитву на то есть и лишнему сказал то зачем нам для того чтобы проиллюстрировать как это выглядит на самом деле жизни наш и так что нам нам на проиллюстрировать что человек в этом мире пришел чтобы прожить этот мир и пойти в будущий мир и это та наша задача от которой мы никогда не откажемся все человек может смириться со многими вещами со многими но смириться том что он останется пустым местом на земле не чему никогда не принадлежавшим ничего не оставивший никто и почти из живых не согласится я думаю все почему почти не знаю тут уж есть такие сумасшедшие которые не соглашаются на новой сумасшедшим надо быть сумасшедшим человеком чтобы согласиться на то чтобы прийти в этот мир прожить и ничего не есть соображение почему знакомо такое почему так происходит в знакомы такие ситуации есть увидели люди же вопрос а вы с ними разговаривать они не за жизнь они за жизни не знаю что такое не верят в эти сказки берет поэтому почти я лично не видел я видел людей которые по уши залезли материальный мир по уши страшно но остатки это руины это ощущение что не это главное не есть выносил почти пушки не полагает на свой опыт но даже те грустные жизненные ситуации которые наблюдать там видны остатки этого желания смысл жизни то есть на простом смысл жизни зачем спрашивают и именно это перед смертью поэтому шарабе на перед смертью навещевая увещевается стажим ближе к смерти это называется единственная вещь которая в этом мире не поддается подделки это смерть нельзя сыграть только не артисты умеет притворяться и птички даме притворяться мертвыми вот а все остальное не подделать можно подделать потому что смерть то и без то есть которые нельзя подделать на 10 единственное все точно знают это вот она это можно притвориться наполеона может притвориться большим рабом ли алдер и так всегда можно притвориться даже великим не знаю что и как лидером но притвориться мертвым тоже могут только артисты поэтому единственная вещь которая истина в этом мире это смерть истина и смерть собственно поэтому когда мы ищем истину какой она важна то скорее всего приближаясь к смерти она нас начинает волновать особенно особенно начинает волновать и поэтому эти люди которые не стал почти я думаю все они перед смертью думают об этом думают об этом так или иначе или какой-то другой ситуации или просто глядя на скользящие часы понимают что время уходит а ничего толком не сделано как правило это уже за второй половиной жизни кожи молодости об этом меньше а потом начинает думать и поэтому слово почти здесь только за неимением опыта наблюдать человек окончательно сказавшего что ему совершенно все равно что будет после него я спросил у вас то а ладно опять же это главная ваша терм молитва которая всевышний прервал а вы спрашивали чем я буду помещать сюда и что это за молитва такая которая все-таки называется вайдхана называется нам вайдхана раши объясняет только забыть она глоба называется вайдхана и раш объясняет как это будет парижский попробуем перевести не ломает сильно раши и кадоши слово вайдхана ничего не говорит вам относительно иврита мы можем это не тханэ раши опережает вас все ваши корневые кусты корневой куст или кустовой корень знаю был ты как вайдханан эль хинун бихоль маком прошу не тебе хинун не без картину что пока сахину а ну а хану мураху мы так хану мхану ну что это слово что такое хану мхану тахану что это за слово много словно с ней сразу все слова которые придешь не только одни ходят они в одну точку сходится бесплатно кина слово хина бесплатно все что вы слышите слова хану мака меня как хотите это слово бесплатно бесплатно бескорыстно по русски звучит еще да и и не смотрит так и дальше вот что главное господа вот для чего мы собрались его вашей рабы ну про объясняет нам перед своей смертью как правильно пройти эту жизнь пройти материальный мир попасть далее будущий мир и будущий мир на самом деле тоже на самом деле господа еще не сама цель тоже ваш сейчас если мы сейчас здесь пропустим станцию то все наши поездки окажется зайцем напрасно кино бесполезно без всякого смысла нам важны господа это станции не пропустит почему сейчас наш рабын объясняет что такое молитва вообще нас сами загоняет на шахаре на минху всевышний запретил мошера войну молиться хорошая смешная история мы молимся дальше раз объясняет самом деле у молитвы есть 10 названий хина тахану это последнее десятое название молитв молитв называется филатса оказака много молитвы есть название и к к к молитву каких по каких крик и как и как много много названий у слова молитвы есть и последнее десятое название молитвы это тахану это всего нашего одно название молитвы у нас есть 10 названий молитвы 10 способов молиться 10 причин к нему обращаться последняя вид этой молитвы называется тахану бесплатно то есть по настоящему все девять молитв до этого которого с виду существует дай бог мы хотя бы один из них можем ну хотя бы длить полей это тоже поле это что-то такое не хватает не хватает хотя бы здесь что-то такое прохладно-жаркость мы просим что-то такое можно когда просим вот может известно более менее чем мы можем молиться и как еще девять помимо еще восемь поэтому девять этих видов молитвы все нас его только лишь предшествует последним десятому виду под развалится ханан у нас сегодня бесплатно что такое что же такое и так все виды как молитвы знаем это лишь подготовка к самой главной молитве которая называется твое ханан у нас и так говорит раши почему что же главное и читаем дальше и так и несмотря на что что есть праведником к чему апеллировать когда не молится да то есть правильно когда молится всевышний у него есть заслуги и он приходит и говорит всевышний дай мне то-то то-то и то-то за то что это это узнаете себя дай бог что мы хотя бы так молились но говорит осенью это неправильно манит про не молится не какой правильный за тоже свои заслуги внимание не молится правильный за свои заслуги какая проблема маша рабы но не молится он не говорит всевышний дай не войти в эра-цестраэль за то что я разрушил египет за то что я их вывел из египта что красное море раступил что что дал им а то что это то что это вел их до эра-цестраэль не упоминают нигде не знаю пока ничего я пока не знаю только одно всевышний выясняет дорогу нашу вечную как идти у тебя есть добрые заслуги не упоминай их когда ты хочешь говорится всевышний настоящий разговор со всевышним не упоминаю о своих заслугах какая проблема сегодня до сегодня а ты помнишь я вчера старушку через дорогу перевел помнишь забудал помнишь вчера всю ночь у чутору помнишь дайте мне теперь вот это почему не так почему это называется все еще не то молитва это все еще не то молитва это высший это высший махровый эгоизм что же получается дорогие мои хорошие жил бы управлять наделал много добрых делал все 613 заповедей у него сделан комар носа не под хочет так и теперь он приходит на лице ко всевышний всевышний не знаю что тут и делаешь у меня что тут делаешь меня я молиться пришел а для чего ты знаешь еще надо молиться вообще ну что было тут это ты пришел что тебе было тут это это и как топнет ногой на него как за маша машет руками как закричит на него уходи отсюда плохой мальчик почему почему праведник которого дел столько добрых его в рюкзаке полно добрых дел шоу все выживание сколько ну-ка дай-ка мне это праведник так не сделать и несмотря на что еще раз беру и несмотря на то что могут праведники как бы связать свои добрые дела со своими просьбами они этого не делают это то что я перевожу на простую сказочную они могут все вышли я вчера дал зубу я вчера учил тору дай за это мне машины это уровень и студента начинающего который просит награду правил и правил а во что ну если он так себя считает он тогда его нельзя считать праведником наверно то что происходит хорошо продолжает с фото спадометру продолжает с фатами туриста совершенно верно тот кто приходит к севышнему и говорите вышли то да 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 вы правильно стали кожу праведник он уже метит на место всевышнего да наверно так что хотят сказать как он умеет на место как этот праведник метит на место всевышний это самое страшное что может учиться на свете господа первый человек украина сидит в гадетане и метит на место всевышнего умеет на место всевышнего как мы знаем когда его грехи как нам известно приходит его жена и говорит до этого она поговорила со змеем помните да будет разговор со змеем и змеи говорит а что вы тут делаете а яблочко какое интересное яблочко и что надел яблочко висит интересно просто никто не запричал нельзя почему интересно 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 нельзя потому что вот это и что будет что будет не трогали нет скажи не буду скажем приблизительно сдал это данного и на муха или смотри я знаю что когда проблема в день когда-то сеешь от этого яблока станешь как один из них помните пиши помните знаете первый человек он куда вы дошли газа концы хумаша мы ушли в начало мы сами оказались вначале берешь и и в день когда съешь от этого яблока говорит и станет как он потому что говорит нахаш объяснил историю и хамочка одну вещь скажи молодая женщина эту давно живу я все знаю здесь я тут перед тебя же если старше нас знаете на сколько на 13 лет у еврея на 13 короче старшина он уже здесь вы заходите в комнату а он уже там понятно вы собираетесь что-то сделать а он уже там потом вы делаете тихо не объявляйте завтра буду учитого не говорит он уже там уже не даст он старше нас хавочка я тут старше тебя все знают что это за день это дерево очень смешно интересно как только си вышли сам почему он си вышли запретил этого дерева есть почему потому что сам съел с этого дерева и стал сильнее си потом боится как боится сапожник это напротив него поселится другой сапожник как фотограф боится фотограф как художник как художник-художник боится из мастер не любит другого мастера конкуренция нахаш говорит боится конкуренции поэтому запретил у меня съешь не бойся хорошая история смешная но что получает эту историю что нахаш говорит есть куда сильнее всего дерево а ну было перец и выше все на одной ноге не сбежит вся наша проба с которым исправляем сейчас ребята надо все исправить на корню на места свои виды доказывает господа 10 молитв все здорово последний молитв она должна быть бесплатная я ничего не прошу хотел есть много заслуг но я не одну заслуги не упоминаю почему стоять если я скажу хоть одну свою злуку участия сивишнему указываю что делать как будто я знаю что делать и потом шарабин не соглашается не знаю я только один всевышний знает ради чего все это сделать поэтому праведник отказывается от своих заслуг всевышний я прошу тебя одно делали это бесплатно не упоминаемые заслу бесплатно бескорыстно почему не должно в моем разговоре со всевышним упоминаться ни одно моё благое дело потому что любое знание могло выдела еще раз поднимает не говорим что я могу царь всевышнему что мне надо получается что я поменяю его стоим на него место игру севышний то в силу того что я такой хороший теперь я буду распоряжаться когда будет дочь когда будет то когда что это совершенно несносными зиму что в мире есть только один творец и никто не может его заменить бесполезно нагрузки и потуги на то все поэтому бесплатно и именики заслуги приводим а спрашивают сватомет такую вещь ну хорошо прошлое не упоминаем прошлое не упоминаем заслуги прошлый не упоминает праведник потому что он как будто всевышнему рекомендует как поступать это уже было в ганедане довольном этого у горького опыта видите как может даже самое хорошее испортить еще даже добрые дела это хорошие поступки которые нам с вами прокладывают дорогу будущими мы не сделаем подмит свод ради этого мы делаем их ради будущего мира но когда даже мы делаем ради будущего мира ради только этого это тоже превращается в хлам поэтому единственная дорога остается никак наши добрые дела не упоминать молчать они тихо дело нигде не упоминая обращаясь ко всевышнему тогда вообще зачем мы обращаемся можно все оставить в покое пусть так и будет не молитва нужна обязательный тот кто молится обязан молиться и тот кто молитву нужно еще лучше молиться окончательно молитву бесплатно то есть и вы ждете до уровня всевышний мне ничего не полагается в этом мире за мои заслуги дай мне это просто потому что я есть и все вы утверждаете обыкновенный простой факт всевышний вот ты вот я этого довольно чтобы нам что вместе делать что вместе коврижки кушать пенсию получать нет боже упаси строить тот самый мир который мы обязали сделать бережи ты я делаю из тебя человек поэтому тогда говорят сваты мета что же делать нам мудрецы и праведники не апеллируют за заслугам а чего не пилируют все равно что-то как-то надо привязать как-то о чем-то надо со всевышним поговорить лишь не будут мучать апеллируют праведники будущее я пришел ко всевышнего молиться чтобы мне вы будущее будущее мне интересно и видеть прошлое запрещено без списка едите даем висит из своих писать тогда пригодится и черные белые и мы с нами все же напечатаны проблем даже не соцсула печатать нет проблем когда ведете молиться ко всевышнему это лучше нас по шарабейну каждый нас сегодня же на милку идет и молится 9 предыдущая подготовка последний десятая настоящая молитва бесплатно мне нет ничего никаких заслуг кто я такой священ перед тобой открой мои уста и я скажу тебе молитву это самое место да я жду за этого вот это самое мы сейчас когда я подготовился по-настоящему я открою почему что у нас с тобой дело великое дело величайшее дело мы с тобой строим мир на которую ты меня пригласил еще береши там в конце хомашастую скоростью заново этот пишите все будет повториться повторяться а пока не важно вот что я апеллировать обязан к чему-то но и прошлом заслуга а будущее акуллер апеллировать будущем как это может можно ли апеллировать будущем никак не а отношение к будущему есть есть описание такое всевышний как правильно мне все в будущем прошлого изменить как мы говорили помните вот на том рот невозможно но оказывается можно прошли меня тоже не упоминаю а разбирая как на будущем жить я могу исправиться потому-то эту мариту с прошлого и не упоминает неплохого и хорошего места мы вместе сейчас сидим и думаем перестаем думать как угодно как мне в будущем быть каждый поворот моей души и зигзаг моей души мы вместе с тобой проработаем я хочу направить с тобой свою мысль по одном направлении ты и я только тогда называется это молитва я думал что что хочет у меня всевышний и поэтому наш монасты расписано вся на будущее там есть своя градация чего начинаете так конечно но для этого же мы раз как-нибудь пока всего хорошего то говорят а пост 9 обычно желающий был легким но это пожелание странно мы скажем так что все наши потуги или успех что храм построен ордер сегодня вечером амин кейн разум все хорошего